Музыка Всем привет, с вами снова Виктор Баррит. Владимир Маяковский после кончины Сергея Есенина написал ему это стихотворение. Он очень переживал об этом событии и был глубоко разочарован в этом поступке. Он, конечно, до конца не понимал и не знал, что произошло, но ему было очень больно и обидно потерять своего друга. А его стихотворение, оно непростое. В некоторых местах есть такие слова, которые цензура в то время запрещала, а тем более сегодня, когда сегодня огромное количество запретов на ютюбе есть. И поэтому эти места я пометил звездочками и, естественно, их не буду проговаривать, эти слова. Оригинал вы можете прочитать сами и уже найти эти слова, эти выражения, которые стояли там в оригинале. А на ютюбе, как я уже сказал, это может быть заблокировано. И это я совсем бы не хотел. Наоборот, я хотел бы, чтобы вы познакомились с этим стихотворением, а потом в оригинале уже прочитали бы его сами. Ну, кому интересно, конечно. Итак, Владимир Маяковский, Сергею Есенину. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звезды, врезаясь. Ни тебе аванса, ни пивной. Трезвость. Нет, Есенин, это не насмешка. В горле горе комом. Не смешок. Вижу, врезанной рукой помешков собственных качаете мешок. Прекратите, бросьте. Вы в своем умели дать, чтоб щеки заливал вам мел. Вы ж такое загибать умели, что другой на свете не умел. Почему? Зачем? Недоумение смяло. Критики бормочат этому вина, то да сё, а главное, что смычки мало. В результате много пива и вина. Дескать, заменить бы вам, богему, классом. Класс влиял на вас, и было б не до драк. Ну, а класс-то жажду заливает квасом? Нет. Класс он тоже выпить не дурак. Дескать, к вам приставить бы кого-то из напостов, стали б содержанием премного одаренней. Вы бы в день писали строк по сто. Утомительно и длинно, как Доронин. А по-моему, осуществись такая бредь, вы не стали бы подобное терпеть. Лучше уж от водки, чем от скуки. Не откроет нам причин потери ничего. Может, окажись чернила в Англитере, то и не было б всего. Навсегда теперь язык в зубах затворится. Тяжело и неуместно разводить мистерии. У народа, у языкотворца умер звонки. За булдыга подмастерья. И несут стихов за упокойный лом, с прошлых с похорон не переделавши почти. В холм тупые рифмы загонять колом. Разве так поэта надо бы почтить? Вам и памятник еще не слит. Где он? Бронзый звон или гранита грань? А к решеткам памяти уже понанесли посвящение и воспоминание дрянь. Ваше имя в платочке рассоплено. Ваше слово слюнявит Сабинов. И выводит под березкой дохлой. Ни слова, а друг мой, ни вздоха. Встать бы здесь гремящим скандалистам. Не позволю мямлить стихи мять. Оглушить бы их трехпалым свистом. Чтобы разнеслась бездарнейшая погонь. Раздувая тень пиджачных парусов, Чтобы в рассыпную разбежался коган, Встреченных увечья пиками усов. Дрянь пока что мало поредела. Дело много, только поспевать. Надо жизнь сначала переделать. Переделав, можно воспевать. Это время трудновато для пера. Но скажите вы, калеки и калекши, Где, когда, какой великий выбирал, Путь, чтобы протоптанней и легче. Слово полководец, Человечьи силы, Марш, Чтоб время сзади ядрами рвалось, К старым дням, чтоб ветром относило, Только путаницу волос. Для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. Из этой жизни уйти нетрудно. Сделать жизнь значительно трудней. Вот такое красивое стихотворение С глубоким, с глубочайшим смыслом. Его нужно прочитать раз в десять, Чтобы понять вообще, о чем идет речь. Самая главная мысль для меня лично в этом стихотворении, О том, что время, оно всегда трудное. И так же и сегодня в России это время очень сложное Для многих творческих людей. И вот такое сделал Маяковский заключение. Он сказал, Из этой жизни уйти нетрудно. Сделать жизнь. Значительно трудней. Вот такое вам напутствие. Старайтесь сделать свою жизнь интересной, Хотя это и трудней. А сейчас бы я хотел бы вам рассказать О жизни и творчестве Есенина. Где он родился, чем он занимался, Как он рос, чем закончилась его жизнь, Его творческая жизнь. Сергей Есенин родился в типичной Российской деревушке Константинова В Рязанском уезде 21 сентября 1895 года. В 1904 году мальчик Сережа поступил В местное училище. Спустя 5 лет продолжил обучение в духовной школе. В 17 лет в 1912 году гнездо крестьян Есениных Покинуло молодое дарование, Которому дано было стать знаменитой личностью Сергеем Есениным, таким знаменитым действительно по всему миру писателем. Будущий гений трудился в московской политипографии. Когда он переехал в Москву, он трудился в московской типографии, Был помощником у мясника. Но это был дешевт отца, и там он тоже подрабатывал, Потому что просто заниматься писательством этого было недостаточно денег, И как сегодня многие студенты учатся и подрабатывают. В 1913 году поступил в университет. Уже через год изданы его дебютные творения 1914 года. В 15-м году Есенин переехал в столицу И завел дружбу со многими известными литературными деятелями. В то время много молодых людей занималось литературной деятельностью, Тем более в 15-е годы были такие после революции 1905 года И между Октябрьской революцией в стране было очень большое недовольство народа, Молодежь была недовольна всеми событиями, которые проходили в стране, Прогрессивная молодежь тогдашнего мира, скажем, российского, И в это время были всякие многие литературные кружки, И там Есенин знакомился с различными молодыми писательными поэтами. Через год в Петрограде он был призван на воинскую службу, Помогал в поезде по перевозке раненых, Также занимался параллельно творчеством, И в 16-м году вышел в свет его дебютный сборник «Радуница». Можете почитать, очень интересный сборник. В 1917 году поэт пошел под венец, или просто говоря, женился, На Зине Райх, три законных брака у него было, А в 1918 году познакомился с Анатолием Мариенгофом. Он в то время считался очень хорошим литератором и маженистом. Благодаря ему вышла масса различных произведений Есенина, И наиболее известный из них это Москва-Кабацкая, 1924 года. В 1921 году приятель Яков Блюнкин пригласил Есенина в путешествие по Средней Азии. После поездки сердце литератора разбила танцовщица Айсидора Дункан. Он встречался с ней несколько месяцев, а потом они узаконили свои отношения. После свадьбы они отправили свадебное путешествие по странам Европы. Здесь на западе они были. Были и в Германии, и в Париже. Очень много сообщается различных в стихах тоже. Ему это все не очень-то понравилось, западная жизнь. Ну, действительно, она очень сильно отличалась или отличается сегодня тоже от российской. Также продолжительно они путешествовали до 1923 года. В Америке были, сделали на корабле такое путешествие. В Нью-Йорке были, и там ему понравилось как-то сначала. Но потом, опять же, его потянуло в деревню, в русскую. Простые, обыкновенные условия жизни, в которых он вырос и жил. Это было ему более понятно, чем западные такие ценности. В общем-то, в этом мире за сто лет толком ничего не изменилось. Как оно было при есене, так же и сегодня. То-то есть положительное, что-то есть хорошее, плохое. Все это вперемешку здесь на западе. Поэтому к этому нужно относиться очень спокойно. Я сейчас читаю эти произведения, и вижу, что они немножко как бы однобокие. Знаете, вот Есенин, как бы он был очень таким крайним. Либо у него все плохо, либо у него все замечательно. Как бы был не совсем уравновешенным человеком, но и поэтому, наверное, его жизнь так и закончилась. Он активно занимался издательствами, продавал книги, много путешествовал. Часто бывал в Ленинграде. Обожал Кавказ, посещал Азербайджан. И ранней осенью 1925 года Есенин женился на Софье Толстой. Это была внучка талантливого, грандиозного русского писателя. Последние месяцы его столь краткой жизни сопровождались пьянками, драками. Правило, он с Софьей толком и не жил в Толстой. Это был какой-то непонятный брак. Очередная какая-то, как немцы говорят, шнапс-идея. То есть идея такая была просто, может быть, как-то поменять свою жизнь. Но вы знаете, когда человек ведет такой образ жизни, и уже многое всю жизнь, такой весенний образ жизни был, то поменять что-то было очень-очень сложно. Поэтому у него все таки пошло криво в жизни. Потом с законом начали получаться различные проблемы. Он себе социализм совсем по-другому представлял. Он думал, что это действительно мир, братство, все общее, все прекрасно. Ну, а на деле все оказалось совсем по-другому. И вот такие самые мрачные прогнозы и прогнозы других людей, они вот сбылись через много-много лет. Можно сказать, и Россия как бы от кризиса к кризису идет, и ничего толком, к сожалению, не меняется. Психическое здоровье его было очень сильно подорвано через такую жизнь. Многие люди как-то старались ему помогать. Если бы он не был таким известным писателем, то бы его могли даже бы закрыть уже давным-давно, потому что он шел уже против власти открыто. И многим это уже не нравилось. Ну и потом в гостинице Англета нашли его тело. И есть очень много разных версий, что якобы он покончил жизнь самоубийством. Но это недоказанная версия, все это еще открыто. Но факт то, что образ жизни его и сама жизнь привела его к такому плачевному результату, к тому, что случилось. Поэтому мы его ни в коем случае не осуждаем. Каждый выбирает сам путь в своей жизни. То, что он выбрал, то он и получил. Произведения его, конечно, они очень хорошие, затрагивают сердце читателей. Очень много есть над чем задуматься, нам даже сегодня. Поэтому читайте глубоко эти стихи. Вдумывайтесь, анализируйте. И вам как-то это скрасит вашу жизнь. Потому что творчество, поэзия, книги – это нечто такое замечательное. Если человек открыл для себя это когда-то, то он никогда об этом жизни не пожалеет. Я вот тут озвучил несколько стихотворений Есенина. И хотел бы, чтобы ты прослушал или прослушала их, сидя у костра, образно говоря. Настройся, выбери время. И сейчас вот, пожалуйста, я тебе предлагаю послушать стихи Есенина в моем прочтении. Желаю тебе с удовольствием провести это время. Отговорила роща золотая. Березовым веселым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть, ведь каждый в мире странник. Пройдет, зайдет и вновь оставит дом, А всех ушедших грезит конопляник С широким месяцем над голубым прудом. Встаю один среди равнины голой, А журавлей относит ветер вдаль, Я полон дум о юности веселой, Но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет, растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костер рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обогрят рябиновые кисти, От желтизны не пропадет трава, Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. А если время, ветром разметая, Сгребет их все в один ненужный ком, Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, Был на женщин из зелия падки, Разонравилось пить и плясать, И терять свою жизнь без заглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз златок карий омут, И чтоб прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулигана, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки, И стихи бы писать забросил, Только тонко касаться руки, И волос твоих цветом восемь. Я б навеки пошел за тобой, Хоть в свои, хоть в чужие дали, В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все пройдет как с белых яблонь дым, Увидание с золотом охваченный, Я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, Сердце тронутое холодком, И страна березового сица Не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты все реже, реже, Расшевеливаешь пламени уст. О, моя утраченная свежесть, Буйство глаз и половодья чувств, Я теперь скупее стал в желаниях, Жизнь моя, иль ты приснилась мне, Словно я весенней гулкой ранью Раскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, Тихо льется с кленов листьев медь, Будь же ты вовек благословенна, Что пришло процвесть и умереть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 С 4 на 5 октября 1925 года. Интересное было время. 25 год. Давайте еще раз прислушаемся к этим стихам. Вечером синим, вечером лунным, Был я когда-то красивым и юным. Неудержимо, неповторимо, Все пролетело далече мимо. Сердце остыло, и выцвели очи, Синее счастье, лунные ночи. И в это время Есенину было всего 30 лет, а он уже печалится о своей прошедшей юности. Интересно, да, что вот в наше время нам уже по 50, по 60 лет, а некоторыми по 70. И мы чувствуем себя молодыми. Если организм нормально, хорошо работает, и особых проблем нет, то человек и в 50, и в 60, и в 70 чувствует себя молодым. А Есенин уже в 30 чувствовал себя старым, как бы прожитым. Казалось ему, жизнь казалась ему уже прожитой. Интересный факт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот уж вечер. Роса блестит на крапиве, я стою у дороги, прислонившись киви. От луны свет большой прямо на нашу крышу. Где-то песни соловья в далеки я слышу. Хорошо и тепло. Как зимой у печки. И березы стоят, как большие свечки. И вдали за рекой, видно за опушкой, сонный сторож стучит, мертвой колодушкой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тише благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи, ты земля и выровнен пески. Перед этим сонном уходящих я не в силах скрыть мои тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что, раскинув в ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, И на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, И зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знай я, что не цветут там чаще, не звенит лебяжьей шеей рожь. От того предсомном уходящих я всегда испытываю дрожь. Знай я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле, Оттого и дороги мне люди, кто живут со мною на земле. Знай я, что в той стране не будет этих нив злотящихся во мгле. Вечер чёрные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора, Не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера. Не храпи запоздалая тройка, наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка упокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому я уйду исцелённый навек, Слушать песни дождей вечерённых, чем здорово живёт человек. Позабуду я мрачные силы, что терзали меня губя. Облик ласковый, облик милый, лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, но и с нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла была я, наша жизнь, что было и не была. Головаль ты моя удавая, до чего ж ты меня довела. Рассказываю, мой, что это я, моя жизнь, а мы с нею, моя жизнь, Рассказываю, что тебе не нужно, чтобы вывел, Я уехал и не себе весы, чтобы вывел и не умеете, uarая печень, веще говоря, ты что делаешь? А мы не чувствуете, что ты что делаешь? А мы не fareёте. Это я с мужем, что делаю, что делаю, я у нас вместе с пухой. А я очень хочу рыбачку уберув! А мы достать всем, что это б… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Молодая с чувственным оскалом, я с тобой не нежен и не груб. Расскажи мне, скольких ты оскал, сколько рук ты помнишь, сколько губ. Зная я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь вот у меня. Пусть твои полузакрыты очи, и ты думаешь о ком-нибудь другом. Я ведь сам люблю тебя не ночью, утопая в дальнем дорогом. Этот пыл не называй судьбою, легкодумно вспыльчивая связь. Как случайно встретился с тобою, улыбнусь, спокойно разойдясь. Да и ты пойдешь своей дорогой распылять безрадостные дни. Только не целованных не трогаем, только не игоревших. Неманей. И когда с другим по переулку ты пройдешь, болтая про любовь, может быть, я выйду на прогулку, и с тобою встретимся мы днем. Отвернув к другому ближе плечи и немного наклонившись вниз, ты мне скажешь тихо, добрый вечер. Я отвечу, добрый вечер, мисс. И ничто души не потревожит, и ничто ее не бросит в дрожь. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжешь. Тру고 west и холод, который не променеет. Кто сгорели, так не может. Собирай, тар 저드� Туро своего благоп themedа. Туро своей ковр Nimlad, Собирай, тар-дуро, Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Душу мою затыкать Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ко всему безжалостно привык. Холодят мне душу эти выси, Нет тепла от звёздного огня. Те, кого любил я, отреклись я, Кем я жил, забыли про меня. Ну и всё ж теснимы и гонимы, Я смотря с улыбкой на зарю, На земле мне, близкой и любимой, Эту жизнь за всё благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok